Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим об инновационных технологиях лечения ожогов и ран, достижении перспективы применительно к региональным ожоговым отделениям и центрам России. В основе моих слайдов лежит доклад главного комбустеолога России Алексеева Андрея Анатольевича Институт хирургии имени Вишневского. Сначала мы немножко поговорим о чистоте ожоговой травмы, статистических данных. В России то, что доступно и в доступных источниках, это статистический сборник 2020 года Минздрава Российской Федерации. В России официально было зарегистрировано 251,3 тысяч случаев ожоговой травмы. У детей 64,5 тысяч. Это занимает третье место среди всех видов травм. Если мы берем предыдущие годы, то чистота ожоговой травмы сокращается. Так, в 2015 году было зарегистрировано 278 тысяч случаев ожоговой травмы, а у детей 68. То есть, как мы видим, чистота ожоговой травмы сокращается. Хотя она, конечно, не полная. Тут нет, естественно, данных Министерства обороны, Минатома и других, где имеются ведомственные лечебные учреждения, где лечат также ожоговые травмы. Теми данными, которыми я обладаю, суммарное количество ожоговых коек в Российской Федерации к 2017 году было 2194. Из них для лечения взрослых пациентов 1637 и для детей 557 коек. Взрослые это 74,6%, дети 25,4%. Статистика за 2019 год по лечению обожженных. Вот мы видим, что, в принципе, показатели ожогового отделения города Кургана, в общем-то, они соизмерены с показателями среднероссийских показателей ожоговых центров и отделений России. Смотрим, средний койко-день 18,6%, например, взрослых в Кургане и в России 19,1%. По летальности даже у нас в Кургане где-то поменьше 4,2%, а по России было 6,3%. Надо сказать, что в 2020 году наметился рост летальности, что, по-видимому, связано с новой коронавирусной инфекцией в силу ряда обстоятельств. И явно она за 2020 год будет больше, ну, была больше. Осмотрим по финансированию системы ОМС в России. Вот мы видим за 2020 год цифры и видим за 2021 год, которые были представлены на шестом съезде комбустеологов России в Суздале, не так давно состоявшимся. Вот мы видим, что цифры, конечно, увеличиваются, начинаются, если ожоги самого первого уровня, это 31 тысяча, да, то были в 2020 году, то в 2021 уже 37 тысяч. Вот, и следующие уровни увеличиваются. Хотя я думаю, что тут, наверное, все-таки для разных регионов имеет место все-таки какая-то градация и различия по регионам. на это надо отдельно посмотреть. По высоким технологиям имеется место программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. И мы видим, что она тоже увеличивается. с 2018, вот мы видим цифры по 2020 год, да, то есть если десятая группа ВМП была 482 тысячи, то сейчас она выросла до 605 тысяч. А если это 11 группа с лечением обширных ожогов более 50 процентов, то с 1 миллиона 448 тысяч рублей до 1 миллиона 694 тысяч рублей. И, в общем-то, из года в год она растет. Мы видим, это, в общем-то, хорошая тенденция, которая нас радует и позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в регионах. Мы видим, из чего состоит модель пациента с высокотехнологичной медицинской помощью. Это интенсивное поликомпонентное лечение в условиях структурного специализированного подразделения, где используются флюидизирующие кровати, противоожоговые. И, кстати, недавно был утвержден порядок оказания медицинской помощи, где утвержден перечень необходимого оборудования как для ожоговых отделений, так и для ожоговых центров России. Очень важно кругосуточное мониторирование гемодинамики и волимического статуса. То есть, в настоящее время во многом исход обусловлен уровнем реанимационной помощи обожженных больных. Это очень важно, и здесь в более выгодном положении, конечно, находятся ожоговые центры, где имеется специализированная ожоговая реанимация, чего, к сожалению, нет в ожоговых отделениях. В ожоговых отделениях это общебольничные реанимационные отделения, где проходят лечения пострадавшие с обширными ожогами. Респираторная поддержка с применением современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Очень важное значение имеет различные экстракорпоральные воздействия на кровь. Очень широко используются ультрагемофильтрации для снижения интоксикации. Все больше и больше, и в регионах очень активно, в общем-то, как во всем мире, используется диагностика и лечение ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования, нутритивная поддержка. Вот мы видим, как с годами увеличивается выживаемость тяжело обожженных больных за последние десятилетия с использованием различных методов лечения, что позволило увеличить выживаемость с 35% до 80% поверхности тела. Уровень выживаемости стал более 50%. То есть используются антибиотики, раневые повязки, раннее хирургическое лечение, энтеральное питание. Очень важное значение имеет внедрение различных методов заместительной почечной терапии. То, о чем я вам говорил, это не в отделениях интенсивной терапии. Изменение тактики нутритивной поддержки. Изменение тактики гемодинамической поддержки на основе расширенного мониторинга как в реанимационных отделениях, так и в самих ожоговых отделениях. Использование дискалационной антибактериальной терапии, разработка персонифицированной интенсивной терапии. И это, в общем-то, все больше и больше дает результатов. Вот мы видим, как идет модифицированный расчет инфузионной противошоковой терапии. Это слайд Буткевич Людмилы Иосоновны, это руководитель детского ожогового центра, 9-я городская детско-клиническая больница города Москвы. Где раньше был всесоюзный ожоговый центр, в общем-то, ведущий центр для лечения ожогов у детей. Где используется система поддержки врачебных решений, научно обоснованная, с использованием современных информационных технологий, включающих медико-технологическую карту и специализированную электронную историю болезни. Используются для более точной оценки площади ожогов схематическое изображение тела человека, специальный шаблон скица, который позволяет автоматически рассчитать площадь пораженной поверхности с большей точности. Потому что это в педиатрии особенно важно, где пропорции тела детей различного возраста, они меняются. И вот, для примера, в ожоговых отделениях, где принимают по дежурству, как правило, не ожоговые хирурги, а хирурги общего профиля, такие вот скицы, например, очень помогают для точного восстановления площади пораженной поверхности. И сразу используется такая программа там, что очень радует и помогает для лечения больных детей с обширными ожоговыми травмами. Сразу выдается, да, то есть объем инфузии, скорость инфузии, очень помогает в практической работе. Вот так это выглядит. Ну что, молодцы коллеги, такое используют. Помощь для работы. Появились методы, которые позволяют точно определить глубину ожоговых поражений. Это вот, например, метод лазерной доплеровской флоуметрии, где лазерным лучом определяется движущимся по капилляре эритроциты, и можно сказать, на какой глубине сохранен кровоток, и определить глубину поражения. То есть, если раньше глубина поражения определялась только визуально, да, ожоговым хирургом, то сейчас, в общем-то, уже есть методы, хотя они больше используются для науки, в научно-исследовательских институтах. К сожалению, их возможности тоже ограничены, но они, как известно, ожоги имеют в разных частях различную глубину. И посмотрев в одном или в другом участке, мы не можем сказать, какая глубина на всей поверхности ожогов, особенно при обширных ожогах. Поэтому, в общем-то, появились такие методы, но всё-таки на практике пока это мало используется. Но надеемся, что в дальнейшем появятся методы, которые сразу позволят определить глубину ожога на обширных поражениях. Протоколы антибактериальной терапии имеют огромное значение, так как у больных с обширными ожогами зачастую развивается сепсис. Поэтому различные протоколы антибактериальной терапии имеют огромное значение. Использование деэскалационной антибактериальной терапии с учётом проблемных возбудителей на начальных этапах, а также затем используя антибактериальную терапию с учётом чувствительности. И в последние годы появились возможности определять чувствительность буквально за часы. Хотя, к сожалению, в региональных ожоговых отделениях, как правило, таких возможностей нет. Но мы надеемся, что в дальнейшем появятся такие технологии. У нас всё-таки уходит несколько дней на то, чтобы сделать посев и определить чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам. И потом происходит смена. Очень важно использовать протоколы профилактики антибактериальной инфекции. То есть профилактика пневмонии, максимальное сокращение длительности ЭВЛ, ограничение седации и мелореаксации, использование барьерных методов. Профилактика катетер-ассоциированных инфекций, кровотока и мочеводящих путей. Очень важны протоколы анестезиологического обеспечения, потому что все болезненные процедуры с обширными ожогами, они, естественно, проводятся под общим обезболиванием. Это каждая перевязка, каждая операция и бывает доходит до 50 и более анестезиологических пособий за время лечения пациентов с обширными ожогами. Особую роль играет это местное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий, хирургических некректомий, кожных пластиков для закрытий ран. Все это используется активно во всех ожоговых региональных отделениях России. При поверхностных и пограничных ожогах различные современные раневые повязки, дермобразие с использованием также современных раневых повязок. Для этого используется ультразвуковая обработка ожоговых ран, гидрохирургическая обработка ожоговых ран. Также используется вакуумирование ожоговых ран, то есть во всех ожоговых отделениях и центрах России используется лечение ран с отрицательным давлением. Очень важно использование гидротерапии также для лечения пациентов с обширными ожогами. При глубоких ожогах адекватная хирургическая обработка, дополненная физическими методами местного воздействия, и своевременное пластическое восстановление кожных покровов лежит в основе современных технологий местного лечения обожженных. Как известно, активная хирургическая тактика это как наиболее быстрое удаление омертвевших тканей и с последующим закрытием одномоментным или осроченной кожной пластикой, аутодермопластикой. Также используется стечение грануляции с выполнением кожной пластики после операционной раны и проведение разных реконструктивно-пластических операций при, например, контрактуру в функционально-активных зонах для того, чтобы в дальнейшем функциональные нарушения были наименее выражены. Этапные хирургические некроэктомии, ультразвуковые обработки ожоговых ран очень активно используются в ожоговых отделениях, что обеспечивает удаление гнойного отделяемого, налета фибрина, участков отторгающего некроза, некротизированной дермы и гипертрофических грануляций. Вот мы видим на фотографиях, что было до и что после ультразвуковой обработки гранулирующих ран. Здесь мы видим на слайдах, то есть используется сначала хирургическая некроэктомия и ультразвуковая обработка ожоговых ран. Вот мы видим, что рана уже чистая и в общем-то она готова к пластическому закрытию. Также на данном слайде мы видим, как используется вакуум-терапия. Также вначале производится некроэктомия, затем вакуумная терапия. Видим, как очистилась рана после курса, проведенная. Вакуум-терапия и проводится пластикой. Мы видим результаты аутодермопластики. Также гидрохирургическое используется обработки ран. Аппаратом VersoJet в общем-то уже давно, более 10 лет используется. Результаты по типу ультразвуковой обработки хирургических ран помогают достаточно более быстро и на более обширных поверхностях провести обработку ран. Хотя аппарат более дорогой, конечно, по сравнению с ультразвуковыми аппаратами. Но вещь стоящая, конечно. На данном слайде мы видим, какие используются препараты для нехирургического удаления и мертвевших тканей, то есть различные химические и ферментные препараты для очищения ран. Наиболее часто используются бензоин и салициловая кислота. В общем-то она и сейчас используется достаточно, я думаю, широко в регионах России. В последнее время появились данные, например, такой препарат, как Нексабри, это ферментный препарат для удаления ожогового струпа у пациентов с ожогами умеренной глубины, то есть с частичным поражением слоя кожи второй степени и ожогами на всю глубину кожи третьей степени. Это препарат, например, израильского происхождения и позволяет в первые сутки после травмы провести химический некролиз омертвевших тканей и в дальнейшем выполнить уже оперативное лечение, аутопластическое закрытие. И в общем-то такой метод соизмерим с ранним хирургическим лечением и позволяет наименее травматичным способом очистить рану и в дальнейшем потом закрыть. Хотя стоимость этого препарата достаточно высокая, что, конечно, значительно ограничивает его использование в Российской Федерации. Ну это вот, какие имеются показания, форма выпуска, противопоказания. хороший препарат. И появляется информация то там, то здесь, в общем-то, начали использовать. К сожалению, мы пока еще этого не использовали. Ну вот, клинический пример. Вот мы видим нажоги третьей степени. Накладывается нексабрит, рана очищается в течение нескольких часов. Конечно, это выраженный болевой синдром требует обезболивания наркотическими анальгетиками. Но результат, в общем-то, хороший. Или здесь пример, это вот данный слайд, практический пример, это в институте хирургии имени Вишневского. Мы видим женщина с обширными ожогами, достаточно пожилая, такими сопутствующими заболеваниями серьезными. Вот это диабеты, гипертония, ожирение, варикоз. Мы видим, как коллеги проводят некректомии, ультразвуковую обработку рам, раны очищаются, затем делаются аутодермопластическая, затем делается аутодермопластика, и мы видим, что это очень хорошие результаты, мы видим, как женщина пожилая уже выписывается, то есть помогают данные методы лечения для успешного лечения таких рам, таких пациентов. Ранят, конечно, ну и смертность достаточно высокая при таких ожоговых травмах. В современные технологии местного лечения обожженных ран все чаще и чаще стали использоваться биотехнологические методы с использованием биопокрытий культивированных клеток и факторов роста. Но, конечно, такие широкое использование в региональных ожоговых отделениях сдерживает высокая стоимость вот этих покрытий биоэквивалентов заменителей кожи человека. И та стоимость лечения пациентов по КОСГ, конечно, не позволяет лечить вот этими биоэквивалентами кожи. Этим используется в центральных ожоговых центрах, научно-исследовательских институтах, институт хирургии Вишневского. Лицензию получил Джина Лидзе в Санкт-Петербурге ожоговый центр. То есть это единичные ожоговые центры используют. Методы очень такие хорошие, но очень дорогостоящие. Поэтому, в общем-то, в наших условиях это практически невозможно использовать. вот мы видим также использование клеточных технологий это в компустеологии детского возраста, это в детской городской клинической больнице номер 9, детский ожоговый центр, один из ведущих лечебных учреждений. Вот мы видим ребенок с обширными ожогами глубокими, выполняется фасциальная некрактомия и потом используется аутокератиноциты и алофибробласты. Это, естественно, штучные такие случаи и очень дорогостоящие, но с очень хорошими результатами лечения, позволяющие больным выжить и, в общем-то, с достаточно хорошими результатами лечения, как мы видим на слайдах. Или вот пациент также был пролечен в институте хирургии Вишневского, то есть ожоги общей площадью 90%, глубокие ожоги 55%, септикотоксимия с осложненным течением, это язвы для насыперстной кишки, эрозивные гастриты, ожоговое истощение, то есть мы видим травма очень тяжелая, и если мы возьмем индекс франка, то он тут далеко за 100, и так по идее прогноз неблагоприятный, но использование вот этих современных высокотехнологичных методов лечения, вот мы видим, как это все делается на слайдах, также хирургическая обработка рам, выполняется аутодермопластика, ксенопластика, вот, и мы видим, что как пациент поправляется и в общем-то с хорошими результатами, вот, видим использование, то есть вот эти современные технологии позволяют использовать большой коэффициент перфорации 1 к 6 и при этом используются культивированные аутологичные фибробласты, мы видим и видим, как больной поправляется, как он начинает ходить и идет на поправку, мы видим довольный пациент перед выпиской, есть также используются синтетические эквиваленты заменителей кожи, супротель, очень хороший препарат, в общем-то, думаю, большинство региональных ожоговых отделений, они, в общем-то, уже используют, хотя он также дорогой, но, в общем-то, более доступный, чем различные клеточные технологии, которые для нас и по стоимости недоступны, и отсутствуют лицензии, вот, также последние годы, в общем-то, около 10 лет у детей используется клеточная технология РЕЦЕО, насколько я знаю, предложенная итальянскими коллегами, используется в ожоговом центре детской городской клинической больницы, и, в общем-то, они говорят, что это неплохие результаты, вот, мы видим на слайдах получается, когда берется кусочек кожи, измельчается, добавляются ферменты, и потом в виде аэрозоля уже наносятся на ожоговые раны глубокие, вот, мы видим, в общем-то, хорошие, очень результаты, быстро заживают, мы видим, что через 7 дней после пластики сетчатым трансплантатом уже все ячейки заполнены, то есть, ожоги зажили, и ребенок выписывается, и второе пример, вот как супротель используется, ну, в общем-то, это и мы используем, достаточно неплохой метод, и очень хорошее раневое покрытие, программа реабилитации пациента с последствиями ожогов, обширными повреждениями очень важно для возвращения человека к нормальной жизнедеятельности, так, лечебная физкультура используются, дистракционные методы, они используются как уже и на этапе стационарного лечения, так и в дальнейшем после выписки уже на амбулаторном этапе, также используются различные крема, геоауронидазы, компрессионная терапия в течение 6-12 месяцев тоже дает очень хорошие результаты, силиконосодержащие повязки, позволяют рубцам быть более мягкими, не дают грубое рубцевание, внутрирубцовые инъекции кортикостероидов, также первые полгода используются после получения ожогов, но это, конечно, для взрослых пациентов, для детей этот метод все-таки не используется, достаточно болезненный, также используются различные методы, это электрофорез, фармафорез, фонофорез с ферментами в течение 1-2 месяцев, очень хорошо помогает санаторно-курортное лечение, такое, как сероводород, в течение первого полгода, даже года после выписки из стационара, и, естественно, такие пациенты должны систематически наблюдаться в ожоговом отделении для решения вопроса о необходимости хирургической реабилитации, когда появляются контрактуры различные, рубцовые деформации, например, повязка дерматикс, сейчас очень много различных силиконовых повязок, одна из них дерматикс, очень неплохой метод, один из методов лечения, как мы видим, как используется данный препарат, и видим, что очень неплохие результаты уже через 2 месяца после лечения данным силиконовым, силиконосодержащими препаратами, такие пациенты наблюдаются и в случае необходимости устраняются рубцовые деформации в различных областях тела, вшиваются экспандеры, делаются более сложные оперативные лечения и пластикосухожилий, и связочного аппарата, но и в случае необходимости более сложные оперативные вмешательства это уже по высоким технологиям квоты в центральных институтах, таких как институт хирургии Вишневского, уже на более сложные оперативные лечения с использованием микрохирургической техники и других оперативных вмешательств. Лечение пострадавших это всегда комплексные, непрерывные последователи, многоэтапный процесс, направленный на восстановление кожных прокровов, профилактику и лечение осложнений. Постоянно обновляются национальные клинические рекомендации по термическим поражениям, последние были обновления в 2021 году, утвержденные на шестом съезде комбустеологов России, недавно состоявшемся. Спасибо за внимание, мои контактные информации, мою контактную информацию вы можете посмотреть и связаться со мной при необходимости. в следующем году. Спасибо.